Динамо Барнаул Динамо Барнаул Если все же подтвердится эта информация, чего бы очень не хотелось, повторюсь, но это определенная тональность уже нашего разговора, наших планов совместных с командой. Если не подтвердится, это тем не менее для нас сигнал. Сигнал не только для футболистов, для других наших команд. Хотелось бы, чтобы наши команды мастеров были правильным ориентиром для ребятишек. Три наших лидера, на которых мы не могу сказать, что мы превосходили каких-то соперников. Прежде всего, мы защитили бойцовские качества. Это три наших лучших бойцов. Будем искать замены, будем искать сочетания. Хотелось бы высказать в поддержку ребят, что побольше было бы таких футболистов, очень порядочных людей. Воспринимаю это как недоразумение. Лично я остановлюсь на этих двух мнениях и я займу место посерединке. В данной игре на ставках я тоже криминально ничего не вижу. Но, опять же, на результат это не отображается. Тем более, были в футболе случаи, когда футболисты играли на свою команду в ставках. Александр, когда вы уже узнали про данную ситуацию, что есть какие-то подозрения, как вы об этом узнали? Немного инфографики, как это все развивалось. То есть, в конце октября месяца из РФС к нам поступило письмо о том, что вызывается ряд футболистов для, скажем, дачи показаний по данной ситуации. То есть, о том, что есть подозрения на игре на тотализаторе, на ставках. То есть, соответственно, в начале ноября месяца эти игроки убыли в Москву, дали определенные показания. И буквально, скажем, также в ноябре месяце поступает анонимное сообщение, где футболистов «Динамо Барнаул», причем и те, которые вызывались в Москву, и те, которые не вызывались в Москву, обвинили в договорных матчах, обвинили в ставках на свою команду. И спустя три дня, то есть эта информация поступила 21 числа, 21 ноября, 24 ноября, скажем, практически и краевые СМИ, и в том числе и федеральные СМИ, была распространена информация на основании этого анонимного сообщения. То есть, реакция у нас, какая может быть реакция, если мы получили в октябре сообщение? Абсолютно рабочая ситуация, так как спортсмены были вызваны для дачи показаний. Это практика, которая существует в российских футбольных клубах. То есть, создан департамент защиты игры, который периодически проверяет, поступает информация с букмекерских контор. И, соответственно, такое случается. То есть, игроков вызывают, задают вопросы, осуществляется проверка. Соответственно, у нас проходила внутренняя проверка. С каким образом она проходила? Скажем, сначала мы шли параллельно, то есть, отдельно проводил проверку РФС, отдельно проводили мы. Затем материалы проверок объединились. Спортсмены были, тоже ряд спортсменов вызван еще дополнительно. То есть, это из них объяснение, то есть, даже при использовании полиграфа. То есть, и, соответственно, в конце, скажем так, декабря к нам поступила информация о том, что те сведения, которые были указаны в анонимном сообщении, они не подтверждаются. То есть, речь идет, как изначально и было, речь идет о ставках, то есть, в букмекерских конторах. Причем указали о том, что эта речь не идет о ставках на игры с участием своей команды. Я думаю, это важно. Это очень важно, да. То есть, не идет никакой речи о договорных матчах, в чем обвиняли. То есть, звучали достаточно серьезные обвинения. Я думаю, здесь можно ставить одну ставочку, что, я думаю, это первым сигналом было, когда Динамо Барнон играла против футбольного клуба «КамАЗ». Один из матчей. Один из матчей. Насколько умея я обладаю даже информацией. Скажем, ну, все, что было указано в сообщении, там, скажем, была нестыковка, да? Да, да. То есть, нестыковка в том, что футболистов обвиняли в ставках на поражение своей команды, а они выиграли. Ну, то есть, ну, скажем, мы не обращали внимания на анонимку, потому что очень было много нестыковочных фактов, но, видимо, данная новость была настолько интересна о том, что ее просто тиражировали. До декабря месяца мы не комментировали эти высказывания. То есть, до того момента, когда не была, скажем, проверка не подходила к концу. Когда уже стали ясны определенные выводы, соответственно, мы прокомментировали, заверили болельщиков, заверили заинтересованных лиц о том, что по факту ставки были, но они не были на игры с участием нашей команды и не было договорных матчей. И то есть, о ряде игроков, которые указаны были в анонимке, тоже не идет речь. То есть, поэтому ситуация, которая возникла, она возникла гораздо раньше, чем появилась информация в СМИ. Мы воспринимали абсолютно как рабочую. То есть, здесь нет криминала, здесь есть нарушения. Да, нарушения есть. Нарушения этических норм, нарушения регламента РФС по этике. То есть, федерального закона физической культуры и спорта в части, скажем, участия спортсменов в тотализаторе. То есть, ну, сказать о том, что это криминал, нет. Нет. Согласен. Влад, расскажи со своей точки зрения, когда ты узнал, что будет проверка, и как вообще началась та ситуация, что вот участвуешь, играешь в ставках? Ну, вот Александр Сергеевич правильно сказал, что началось это в октябре. Меня одним из первых вызвали также в Москву по матчам с Челябинском. Тоже у них какие-то были подозрения. Мы, получается, приехали в Москву уже, сыграли матч с Новосибирском, и добавился матч с Новосибирском. Что они какие-то имеют подозрения насчет, не знаю, там, договорных матчей, что-то с этим связано, что у нас кто-то на нас выходил, что мы какую-то там игру плохую играли. На самом деле, ну, я в объяснение все дал, что это футбол, у нас там случаются поражения, не всегда побеждаем. Мы команда составлена из всех местных игроков, и всегда, правда, бьемся за наш клуб, за наш город. И у нас даже ни у одного человека в команде, ну, я уже в команде 10 лет, получается, с 11-го года. И на протяжении этих 10 лет я ни у одного человека не увидел даже такой мысли в глазах, что можно как-то обмануть футбол, предать людей местных. Тем более у нас такой город, на самом деле, футбольный. Для меня конкретно и для людей в команде, для ребят это как бы нонсенс был. Конечно, было неприятно там сидеть, объясняться, оправдываться. Ну, и по итогу, да, они мне сказали, что у меня там 4 ставки было. Это было в 2019 году. Я все подтвердил, да, ну, как бы хотел, все думал по-хорошему, да, по-честному. Все, признаться, сказать, не юлить, не никуда там. Ну, да, 4 ставки вот было в 2019 году. Ну, как у нас сейчас везде эти букмекерские конторы, да, транслируют, там, у нас и спонсор, да, чемпионатов тоже букмекерской конторы. Ну, это почему вот я поставил эти ставки? Просто там дают на регистрацию бонусные рубли бесплатные, это как бесплатная лотерея. На этом у меня все, закончилось это в 2019 году. И, ну, мне как бы это не интересно, и не было интересно. Ну, вот так случилось, да, ну, жизнь такая, что уж поделать. Как отреагировали семья, жена, когда вот уже стало известно, что есть нарушение? Ну, как? Ну, конечно, переживали сильно, даже больше, чем я переживал, потому что я как бы в себе уверен, да, руки никогда не опущу, но семья переживала, мама, конечно, сильно переживала, потому что, опять же говорю, у нас город футбольный, все друг другу рассказывают, причем в основном какую-то неправду собирают. Желтая пресса, назовем так. Да, и от этого, конечно, им грустнее становилось, но ничего, я их успокоил, потому что мне 27 лет всего, еще все впереди, и самое главное, все живы-здоровы. Как говорится, рук не опущу, будем двигаться дальше. Это правильно. То есть не сломило меня это. Александр, когда узнали, опять же, про всю эту ситуацию, была ли возможность как-то помочь ребятам, может быть, что-то там по своим связям, так сказать, сделать условное наказание, да, потому что вот на примере других футбольных клубов, да, не буду сейчас называть команды, они, ну, были тоже проверки, как итог, футболисты ставили на поражение своей же команды. Наказание было такое же, вот как сейчас у ребят. Здесь же подтвердилось, что были ставки на матчи других абсолютно липких стран, наказание тоже такое же серьезное. Справедливо ли? Я думаю, здесь, ну, скажем, наказание, если рассматривать в целом наказание за нарушение данных пунктов, в том числе и условий контракта, то есть наказание на самом деле серьезное, но недостаточно, скажем, большое в том плане, что ребята не понесли максимального там наказания, не понесли более жесткого наказания. То есть разговор идет об этом, то есть по данным, скажем, статьям предусмотрены более серьезные санкции, потому что у нас три игрока получили отстранение по году, из них полгода реального, полгода условного и два игрока по году условного. То есть, по сути, игроки через полгода смогут вернуться в команду, то есть продолжить участие, как бы, и выступление. То есть сказать о том, что мы не вправе комментировать, да, решение комитета по этике, просить какого-то определенного снисхождения, да, есть нарушение. То есть, соответственно, нарушение преднамеренное, непреднамеренное, то есть по глупости совершенное, неважно как, оно есть. То есть если бы, конечно, было, скажем, санкции за данное нарушение были более серьезные, конечно, мы бы ввели бы диалог, разговаривали, потому что сопоставляя по аналогии с нарушениями других команд. Но, скажем, чем мы помогли? То есть мы ситуацию не стали качать, как бы, в угоду различных СМИ. То есть ситуацию пытались минимизировать шумиху вокруг этого. Но шум, который возник благодаря анонимке, благодаря тому, что подключились различные федеральные СМИ, причем были фантазии о том, что команду вот-вот должны снять с первенства, что вот сейчас произойдет, уже чуть ли не готовится замена данной команде. Все там очень много интересных читали мы комментариев. То есть, ну, скажем так, анализировали. И в тот же момент не давали комментариев по этой ситуации, потому что шла проверка. Мы не имели права разглашать результаты проверки, даже предварительные. То есть о том, что мы комментировали в декабре, то есть, соответственно, было получено разрешение со стороны проверяющих органов. И в том числе уже началось объединение. То есть объединение материалов двух проверок. То есть, соответственно, скажем, как мы можем помочь, скажем, если есть нарушения. То есть нарушения есть, и мы ждали все решения. То есть, ну, на самом деле, то есть и тренерский штаб поддерживал ребят, да, тем более тех, которые были незаконно обвинены. Скажем, потому что грязи, такой настоящей грязи было очень много. И она буквально лилась с каждого угла. И там как только нас со всех сторон и, назовем, как вы сказали, и желтая пресса, да, и всякие высказывания в Инстаграме, ВКонтакте. То есть люди, болельщики, околофутбольные люди, всякие различные люди. Влад, кратко расскажи, чем ты сейчас занимаешься и планируешь ли вернуться в футбол? Ну, чем я сейчас занимаюсь? То есть ищу себя, может, так же тренируюсь для себя, чтобы не терять форму. Ну, планирую, конечно, вернуться. У меня, повторюсь, не 27 лет. И еще самое такое, чувствую себя как бы хорошо и физически, и головой тоже уже созрел для, как говорится, такого футбола, более умного. Да, занимаюсь, ну, провожу время с семьей, у меня две дочери, как бы там скучать не дают, как говорится. То есть, наоборот, улыбки, даже, ну, что времени больше провожу, даже такое... Ну, значит, будем ждать тебя на футбольном поле. Александр, то есть футболисты могут вернуться в футбол? Для них дорога в Динамо-Брун не закрыта. Ну, скажем, есть спортсмены нарушения, да, я еще раз повторюсь, там, по незнанию, по глупости, по какой-то... То есть нарушения есть, а им определено наказание. То есть, скажем так, в рамках этого наказания нет дисквалификации больше, чем на полгода, да, реального срока. То есть, конечно, скажем, любой игрок при, скажем так, попадании... Вернее, для попадания в команду рассматривается тренерским штабом по спортивному принципу. Значит, Влад, тебя ждем опять же на футбольном поле. На этом наше время, к сожалению, заканчивается. И здесь хочется лишь добавить, что пусть эта ситуация для каждого будет особенным уроком. Продолжение следует...